Приветствую всех еще раз. Наверное, наконец представлюсь. Меня зовут Владимир Алямкин. Я лид команды клиентской разработки в Пушкин Студио в рамках Mail.ru Group. Сегодня я бы хотел рассказать немножко о том, что такое разработка под мобильные игры на Unreal Engine на сегодняшний день. Я занимаюсь мобильными играми на Unreal, начиная с третьей версии, последние 4 года. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что в сообществе, как в российском, так и англоязычном, есть определенный набор мифов, связанный с разработкой на Unreal Engine 4. Один из таких мифов, что очень мало игр на этом движке, поэтому, наверное, с ним никто не работает, с ним сложно работать. Давайте возьмем Unity. На Unity там десятки и сотни тысяч различных игр. Да, это так было на определенный момент. Если вы посмотрите состояние рынка на сегодняшний день, я вот прикрепил скриншоты из таких наиболее ярких представителей жанра. Это Real Boxing, это Death Watch, это Heroes of Infinity Tales, если я не ошибаюсь, выходящий недавно, точнее, выходящий в этом году второй Blade, и даже Lineage, всем известный трейдмарк, выходит на мобилке и уже представлен в Google Play. Этот миф развенчать очень легко. То есть монстры, скажем так, индустрии начинают использовать Unreal. Если вы видите название здесь, а на самом деле их гораздо больше, их уже там десятки, хватает в Apple Store, хватает в Google Play, если вы видите название здесь, это означает одно, разработка была начата не сегодня. Разработка была начата не полгода назад, эта разработка была начата год назад, полтора года назад, и уже в то время можно было начинать использовать Unreal Engine. С чем это связано? На самом деле, когда был доступен третий Unreal Engine, он тоже был доступен для мобильных платформ, но было очень много ограничений. Во-первых, вам требовалась полная лицензия, которая стоила определенные деньги. УДК, который был бесплатный, он позволял собирать свои предложения только для iOS-платформы. Нельзя было вносить множество изменений, пользовались только скриптовым языком и никак не могли модифицировать движок. В этот момент было очень мало профессионалов. После того, как Unreal Engine стал доступен всем и каждому с полным исходным кодом, с такой поддержкой комьюнити, с такой поддержкой разработчиков за собой, мобильные игры на Unreal Engine стали реальностью, хотя бы просто потому, что мы смогли с этим работать, не являясь какими-то крупными компаниями, потому что большинство начинает все равно с каких-то своих наработок, с каких-то инди. И только из этого вырастают кадры, которые могут потом в рамках большой компании реализовывать крупный проект. То есть все начинают с этого. Если у вас нет технологии, доступной для простого человека, вы просто не сможете этому обучиться. Соответственно, как только технология стала доступной, стали появляться игры на нем. 2017 год, я не побоюсь назвать годом больших релизов на Unreal Engine 4, именно под мобильные игры. То есть хотя бы взять, опять же, тот же Lineage, кто это, Relics of God, если не ошибаюсь, наши внутренние мэйловские проекты, которые, в общем-то, я не побоюсь назвать, АА класса, которые будут выходить в этом году. Поэтому сегодня этот миф является не более чем уходящим мифом. Вы можете просто набрать в гугле Unreal Engine Mobile и увидеть примеры десятков игр различных, начиная от Инди, заканчивая просто крупнейшими АА тайтлами. Второй миф, который, наверное, первый по популярности, когда только заходит разговор об Unreal Engine и мобилках, это производительность. Все говорят, Unreal Engine медленный, с ним невозможно работать. Да как это так? Я создал простую сцену, у меня все тормозит. Невозможно с этим играть. Давайте возьмем Unity, можно там сделать миллионы треугольников. Да, не знаю, если вы хотите отображать просто миллионы треугольников, которые ничего не делают, наверное, стоит брать в этот момент Unity. Если мы говорим о каком-то реальной производственной задаче, когда мы говорим о каких-то персонажах, которые как-то смоделированы, о каком-то террении, о какой-то сцене, о какой-то эффектах, мы начинаем рассматривать уже не синтетические тесты, а реальные тесты. Здесь приведены скриншоты некоторых наших внутренних разработок. И коротко, что можно сказать о происходящем на сцене? Более 30 персонажей со своей скелетной анимацией. Каждый персонаж имеет анимацию, он двигается, и вы можете видеть их одновременно. Уровень состоит из нескольких кусочков. Он большой, он на самом деле большой. Он загружается, вы идете от локации к локации. В этот момент все эти юниты ходят у вас абсолютно локально на вашем девайсе, на вашей маленькой мобилке. Для всех этих юнитов просчитывается маршрут. Ради интереса попробуйте поставить 30 персонажей и класса Черректор на сцену и запустить их на PC. Если вы посмотрите потребление PC, CPU даже на компьютере это будет уже непросто. Почему это так, я скажу как раз чуть дальше. Стоит избегать таких вещей. И как вы видите, здесь много разных эффектов. Горят какие-то огни, какие-то рыцари бегают, какие-то магии применяются, стрелы горят, все взрывается. Обычно такой хороший батлер называется, армия на армию. По нашим тестам было более 30 кадров на iPhone 5s. С учетом того, что 5s можно рассматривать как минимальную платформу сегодняшнего дня, ну это вин. О каких тормозах речь? Речь всегда идет о том, как вы работаете с этим. Естественно, можно было каждому персонажу сказать, что это персонаж из Infinity Blade. Здесь видите вид сверху, да, такой Мега-РТС. Да, если вы возьмете персонажей из Infinity Blade, которых всегда обычно было два на сцене, которые там по 10-15 тысяч полигонов, они все такие красивые, ну да, вы два персонажа покажете, а потом у вас все будет плохо. Это к вопросу к проектированию игры, а не использованию технологий как таковыми. Второй пример. Один из проектов, о которых я говорил, я не буду называть, будет выпущен в этом году. Представьте, большущая карта, как вы видите, здесь там стоят танчики, я думаю, все понятно. Более 15 единиц техники одновременно. Каждая из единицы из этих техник ездит по физике, то есть вы видите, каждое колесико, оно ездит, оно как-то реагирует на каждую кочку. То есть нет такого, что это какие-то такие вот болванчики, у которых там такие гусеницы блокированы, они радостно ездят по полю. Нет, такого нет. Мы берем именно технику с полной симуляцией физики. Мы говорим про синхронный мультиплеер, то есть каждая из этих единиц техники является отдельным игроком, который играет по сети. Представьте количество трафика, которое надо обрабатывать каждую секунду, и мы все еще говорим о мобильных устройствах. Далее, из чего представляет из себя карта? Это более 2,5 тысяч динамических объектов на карте. Что такое динамический объект? Это объект, который можно разрушить. Это объект, с которым можно подвигнуть. Это объект, с которым можно как-то взаимодействовать. Это не просто заранее подготовленная сцена, которая рендерится определенными батчами. Нет, каждый из таких объектов занимает свой дрокол. Каждый из таких объектов занимает свою память. Каждый из таких объектов имеет свой цикл жизни по его зарождению, по его обработке. Тем не менее, мы все еще говорим о мобильных устройствах. О статических объектах можно и не говорить. Их определенное количество для экономии дроколов. Далее, у нас есть трава. Что такое трава? Вы, наверное, если вы работаете... Да, к сожалению или к счастью, не та трава, о которой мы посмеялись. У нас есть другая трава, которая называется foliage на движке. Какая трава лучше, вы можете проверить сами. Достаточно воспользоваться этой травой и понять, что если вы сделаете вот такие цифры этих инстансов... А представьте, каждый маленький кустик, он маленький, с меня такой. В рамках анриловской травы, это маленький кустик, в рамках другой травы, ну это срок. 5000, 5000 инстансов травы на сцене. Опять же, самая частая проблема, которая связана с foliage на Unreal Engine, которую я наблюдаю в наших группах. Я наставил много травы, у меня все тормозит. И мы говорим о десктопных устройствах. Я наставил 5000 травы, у меня ничего не тормозит. Вопрос, что я делаю не так. И при чем здесь движок? Далее. Естественно, мы сейчас используем по самую последнюю версию движка, у нас полностью динамические тени. То есть все эти сцены, я, к сожалению, не могу раскрывать некоторые детали пока проекта, поэтому я ограничился частью скриншотов. Все объекты бросают динамические тени. Мы не используем статику. То есть вы видите, как от этого танка есть тень, которая будет полностью повторять все его движения. То есть мы опять же говорим о динамике. При этом, если вы знаете, как работает динамика, она в определенном более низком разрешении рендерит еще все объекты, каждый кадр. То есть мы говорим сразу об удвоении нагрузки на вычислительные устройства. Пойдем дальше. Что такое на самом деле мобилки на сегодняшний день? На примере iOS-устройств. Я не буду сильно задевать Android, скажу почему. Есть iOS-устройства. Что такое сегодня игра, которую если вы начали разрабатывать сегодня, точнее нет, если вы начали разрабатывать полгода или год назад, вы должны ориентироваться на такие системные требования. То есть ваше минимальное устройство – это iPad Air, iPad Mini с ретиной, это второй и выше, по-моему, да, второй и выше, iPhone 5s, который как старичок еще сюда затесался, и шестерки. Рассматривать устройства меньше нет никакого смысла. Забудьте про пятый iPhone, забудьте про четвертый iPhone, забудьте про четвертый iPad. Вся Apple-овская техника, которая не поддерживает Metal, не является вашим рынком. Более того, вы можете спокойно выпускать на PPP Store приложение, которое требует iOS 9, либо 64-битную систему, и вы автоматически получаете это устройство в минимальном. То есть это уже поддерживается на уровне платформы и далеко не первый день. Не стоит пытаться оптимизировать все на совсем древние устройства. Более того, если вы начали разрабатывать игру на сегодняшний день, вам стоит забыть, опять же, про вот эти устройства. Через год их уже почти не будет, они не будут вашей платящей аудитории, их процентаж постоянно снижается. Например, iPhone 5s попал сюда уже так, по традиции, по факту стоит рассматривать шестерку как минимальное устройство. И, кстати, одно из ограничений, почему эти устройства минимальные, это оперативная память. Следующее поколение устройств, это уже можно рассматривать как iOS 9, в том числе и 10, это уже Metal с 1.2 циферкой, который на сегодняшний день что появится, завтра я не знаю, может быть будет 1.3, поэтому я написал плюсик. Это вторые эры, это шестые с айфоны и дальше семерки. Чем они отличаются от предыдущего поколения? Не рассматриваю там разницу в процессоре, разницу в чем-то. Оперативной памятью. Оперативная память является одним из боттленеков, когда вы работаете с мобильными устройствами. Все уже привыкли работать с неограниченной памятью на десктопных устройствах, потому что по факту очень легко забить там 2-3 гигабайта памяти, и они обычно есть у всех. То есть когда вы делаете какую-то игру, вы не рассчитываете, что у геймера может быть там не быть 2-3 гигабайта памяти. Да, если вы там опять же AAA компания, вы скорее всего это будете делать, у вас есть ресурсы. Пока вы не AAA компания, вы просто не можете себе это позволить, да и незачем. Опять же есть платящая аудитория, и не всегда стоит на нее рассчитывать. Я специально здесь не провожу примеры устройства с Google устройствами, потому что там есть свои подводные камни. В частности они заключаются в том, что для Unreal неважно, какое количество у вас процессоров. У вас 10 процессоров или у вас один процессор. Тьфу, не процессор имеется в виду, ябдер процессора. Важно, какое ядро из этих процессоров наиболее быстрое. Поэтому вот эти вот все айфоны, включая там 7-ку, у которых всего два ядра работают, как ни странно, быстрее. У Google есть свои преимущества. К сожалению, там очень большой парк устройств. Если расписывать все чипы, на которых работать не работают, это отдельная задача. Если хотите, всегда можно мне написать, я скажу, что на сегодняшний день я не стал вставлять эту презентацию. На самом деле мы тоже можем сказать, что это идут устройства, которые по ценовой категории, по современности совпадают с указанными здесь. Только от Google. Это Samsung Gear 6, например, и выше. Хотя пятый немножко попадает и так далее. Третий миф такой немножко встречается. Это то, что для того, чтобы работать на Unreal, надо иметь свой рабочий компьютер, очень мощный. Как только я не захожу в группу официального комьюнити, каждую неделю по два, по три вопроса таких происходит. На эту типу пишутся мануалы. На Epic с комфоруми постоянно создаются такие темы. Вот у меня есть столько-то денег. Подскажите, что купить. Или сколько там надо, там тысяч, там, не знаю, десятков тысяч долларов, чтобы я мог работать. Не знаю, рабочая конфигурация компьютера у меня выглядит вот так вот, да, чтобы вы понимали, там куча всего нашпигована. Моя вторая рабочая конфигурация компьютера выглядит вот так. Это коробочка, в которой даже нет видеокарты. Не помню, там интегрировано, по-моему, Intel 3000. На ней спокойно можно работать с играми на мобилке. На самом деле я работаю даже под десктоп некоторые проекты. Но единственное, что все, что связано с работой на ЦПУ, занимает время. В частности, если вы будете билдить свет, да, это будет занимать время. Если вы будете билдить шейдера, да, это будет занимать время. Но если вы работаете на мобильных устройствах, когда вы знаете, что вы хотите сделать, и не занимаетесь экспериментами, там, с гигантскими шейдерами, этого хватает. Поэтому не надо, никаких там сверхсистемных требований нет, никогда и не было. То есть все идет по пути того, чтобы, наоборот, их сократить. Да, если вы работаете сейчас с виртуальной реальностью, если вы работаете, опять же, на ААА проектом с кучей графики, вам потребуется мощное железо. Но не для мобилок. То есть надо это разделять. И опять же, чтобы у вас не было там кучу графики, ну, если вы компания, которая может себе позволить заказать там на несколько миллионов графики, которая будет там, вау, 3PL, ну, у вас есть деньги на компьютер. То есть это не проблема. Далее. Один из таких мифов, который связан с предыдущими, Unreal тормозняет, чем Unity. Он существует уже несколько лет, начиная с UDK. Проекты на UDK делались, выпускались, но у них всегда была меньше возможностей. И при прочих равнях можно было сказать, у тебя на UDK тут бегают 16 юнитов, почему они тормозят? Да, вот тут я на Unity сделал, у меня там 40 юнитов, и они так же тормозят, как твои 16. Такое было, я через это проходил, и мне каждый раз приходилось доказывать, что о чем речь. Сравнивайте в одних и тех же условиях. В частности, о чем можно проводить сейчас сравнение на сегодняшний день? Это потребление батарейки. Одна из тех вещей, о которых вам только скажут, когда вы работаете на кого-то. Посмотрите, о, какая крутая картинка, да, клево. А почему телефон греется? Почему у вас батарейка такая? Поиграл полчаса, и у меня закончилась батарея. Да, это сегодняшний день, это так называется. Выходят даже игры, в которых графики-то особо нет, но сжирают батарею, не знаю, как. Будут ли пользователи играть в такую игру? Ну, это вопрос. Потребление оперативки тоже. Это ваш естественный ограничитель. То есть, если у вас много текстур в памяти, если у вас много объектов в памяти, у вас просто игра будет крашиться. Это особенно актуально для iOS-устройства, которых памяти гораздо меньше, чем на Android. Я не видел ни одного краша за все годы разработки на Android, потому что память закончилась. Потому что там берешь устройство среднее, у него 2 гигабайта памяти, и ешь ты ее всю, какую хочешь. Это не так. На iOS-е ты сожрал 500 мегабайт, Ости сказала, ты плохо себя ведешь, и давай-ка приложение закроется. И называется, и ты такой сидишь и думаешь, а что мне с этим делать? У меня там 500 мегабайт, а у меня там одних данных только игрока на 100 мегабайт. Приходится как-то с этим придумывать и жить. Но это характерно для всех игр. То есть это не то, что там Unreal, Unity, это да. И производитель с рендера. Это тупо. Мы кидаем там 100 деревьев, как они будут, за какую скорость отрендерены. Мы делаем примерно одинаковые материалы, одну и ту же картинку добиваемся, и что получается. Есть небольшое исследование на эту тему, проводимое сторонней компанией. Вот я публикую скриншот из него, чтобы было понятно. Очень легко найти перевод на хабре. Суть в чем? Красненькая полосочка – это за сколько справился Unreal. Синенькая полосочка – это за сколько справился… Точнее нет, красно, это количество кадров в секунду, которая при определенных условиях выдает один из двух движков. Как вы видите, они идут примерно в одно и то же абсолютно, тютель в тютель. От нуля до 60 FPS. На некоторых вещах выигрывает Unity, на некоторых вещах выигрывает Unreal. Unreal, кстати, выигрывает чаще, как только мы говорим о большом количестве объектов, потому что… О большом количестве одинаковых объектов, потому что эти объекты он умеет очень хорошо инстансить. Если мы говорим про разные объекты, здесь уже, ну, наблюдается, в общем-то, разница в один-два кадра. Разница в один-два кадра – это у вас запущено какое-нибудь приложение рядом, которое что-то делает. Даже можно не считать. Главное, вот эта вот мысль – выбирайте технологии в зависимости от проекта. Она раскрывается у меня, скорее всего, на следующем слайде. Потому что следующий, опять же, миф, можно сказать, мы начинаем. Игра на Unity весит гораздо меньше, чем игра на Unreal. Да, это так. Как если мы соберем пустой проект, проект на Unreal пустой, будет весить мегабайт 70-80, если вы у него вырежете все лишнее, именно пустой проект. Проект на Unity, по-моему, 10 мегабайт, если не память не изменяет, хотя, может быть, сейчас современный стал пожирнее. Да, если вы делаете маленькую игру, это будет так. Но из чего состоит вот этот вот размер вес билда? Да, в первую очередь он состоит из тех ассетов, которые присутствуют у вас в игре. Если у вас в игре 80 различных персонажей, у которого по 20 видов мечей и 10 карт, что Unity вы будете использовать? Что Unreal вы будете использовать? У вас вес билда все равно будет там гигабайт, допустим. Какая разница, какой размер бинарника у вас лежит рядышком? Да, у Unity размер бинарника, допустим, 10-15 мегабайт. В Unreal размер бинарника выходит мегабайт как раз таки 60. Разница между 15 и 60 мегабайтами, когда у вас ассеты весят гигабайт, никакой. Поэтому вот эту вещь стоит говорить только о том, если вы делаете маленькие казуальные игры, либо вы делаете игры с 2D графикой. Но тогда вам уже Unreal это не тот движок, который стоит использовать. То есть у движков абсолютно есть разные направленности. Есть Unity, у которого можно отрезать все, оставить 2D графику. Есть Unreal Engine, который не является 2D графическим движком, он рассчитан на 3D игры с хорошим качеством графики. Да, поддержка 2D имеется, но это не то поле. То есть вы сразу пытаетесь выбрать технологию, в которой у движка есть минусы. Выбирайте технологию, исходя из плюсов проекта, исходя из того, что вам нужно. И поэтому размер билда не является критичным, если вы делаете 3D игру. Вообще не является критичным. Опять же, там даже 200 и 220 мегабайт разницы никакой. Это уже больше 100 допустимых на Google Play, чтобы загружать по 3GS. Далее. Длительность итерации. Один из немногих вопросов, который всегда встает. Как долго билдится проект на Unreal? Его даже в этот вопрос сегодня уже задавали. Все зависит от того, как вы работаете с ассетом. В целом, эта длительность итерации гораздо, ну не гораздо, но несколько раз длиннее, чем на Unity. Однако, в Unreal Engine есть прекрасный режим превью для мобильных устройств. Чем он хорош? В отличие от многих других решений, в том числе от Unity, он выдает идентичную картинку на десктопе, вот скриншот с Windows, с Android и iOS. То есть вы можете смотреть на десктопе и видеть точно такую же картинку с точно такими же настройками, с точно такими же цветами, с таким же качеством, как это будет на мобильных устройствах. Это абсолютно идентично. Отличаются, да, какие-то настройки качества, но они зависят уже от того устройства, на котором делался скриншот. Если вы берете как бы топовое устройство, эти картинки будут идентичными. Это огромный плюс. Это позволяет проходить эти итерации гораздо быстрее. Вам не надо каждый раз собирать игру на устройство, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть. Да, как она будет играться, это одно. Это может потребовать времени. Но как она будет выглядеть, работать с графикой, прототипировать это все. То есть пока вы не пришли к конечным тестам, это делается на десктопе. Это делается за считанные секунды. Никакой там не требуется переключение текстур, которая бы очень долго перебивала проект. Нет, вы переключили кнопочку, она закешировала шейдера, вы можете с этим работать. В новой выходящей скоро версии 15 добавили превью, в том числе для металла. И это тоже круто. То есть вы видите те фичи, которых нет в OpenGL 2.0, но есть, которые, например, в поддержке с металлом. И этот режим, надо сказать, мне понравился этим. Два еще и таких момента. Это расширяемость и модернизация движка. Например, на Unity вы можете легко писать плагины, которые как-то расширяют редактор, при этом вы никак не можете править движок. На Unreal вы можете опять же писать плагины, которые решает редактор, но это требует уже чуть больше знаний, чуть больше организации данных. Извиняюсь. Но тем не менее вы можете править что угодно в движке. Абсолютно что угодно. Выборая в Изиндии, это все понятно. То есть на самом деле доступность движка сейчас для кого. У разработки продмобилки есть свои проблемы. Ну иногда встречается вот такая картинка. Она не связана, кстати, никак с мобильными устройствами. Она мне просто нравится. Это называется, как если испортить картинку, поставив галочку не в том месте. Достаточно ошибиться в одном параметре, и у вас все взорвано. Опять же, никак не зависит от движка. Но теперь мы перейдем к практической части. Что такое работа подмобилки? Не какая-то абстрактная, а практическая. На Unreal Engine интерфейс реализуется с использованием слейд технологии. Слейд технология на самом деле… Извини, очень извиняюсь. Алло. Я очень занят. Что-то срочно? Да. Извини. Присутствует технология слейд. Эта технология глубоко встроена в движок. Ее нельзя просто взять и выключить. Если в какой-то момент она обрабатывает устройство ввода, в том числе и через ОС. Тем не менее, у нее есть свои проблемы. Она оптимизирована, в первую очередь, для работы на десктопных устройствах. Во вторую очередь, она подкручивается как-то для мобилок. Первый совет, который можно сказать, не используйте слейд для хада. И под хадом я понимаю тот интерфейс, который вы видите как бы в боевой части. То есть там, где у вас происходят основные действия этой игры. То есть там, где производительность для вас критична. Допустим, у вас там 10 солдат с одной стороны сражаются с 10 солдатами с другой стороны. Это критично. Каждый эффект стоит там своей мощности. Все должно летать. Вот в этот момент не стоит использовать слейд. Стоит переключиться на канвас. То есть самый такой оригинальный ручной способ. Вы берете кусочек текстурки, рисуете его здесь. Из нескольких текстурок у вас получается какой-то элемент, сверху текст. Это такой дедов метод, который существует там годами, десятилетиями. Но он подходит, он работает быстрее. Именно если мы говорим про CPU. В плане оптимизации GPU слейд работает, конечно, оптимизированием. Но вот существует такая проблема. Мы ее сами обходили именно таким же образом. Мы отказались от слейта для хада и стали использовать канвас. То есть то, что является классом хада. Далее стоит помнить, что грубая оптимизация на уровне движка – это тоже оптимизация. Если вы уже дошли до оптимизации, вам не надо бояться брать и править движок. Некоторые вещи, связанные со слейтом, мы просто вонзались очень грубо. Мы брали код, прокидывали туда свои связи. И допустим, когда у нас нет на экране ни одного экрана слейта, по умолчанию происходит все равно много обработки. Что сделали мы? Взяли и отключили эту обработку. У нас единственное условие. Если есть хоть один виджет, значит все обрабатывается. Если виджетов нету, то очень простая функция вызывается, которая ничего не делает. Такие вещи, они на самом деле очень грубые. Они ситуативны. Они зависят от проекта. Почему? Допустим, из-за этого мы не можем в нашей сборке смотреть команду statFPS и любую команду stat на данный момент. Нам это не важно, мы это другими способами, конечно, получаем. Но если вы вводите движковую команду, вы ожидаете, что появится. Нет, увы, нет. Вот такая грубая оптимизация, это все скрывает. Надо добавить хоть один виджет, тогда все будет работать. Это криво. Это не универсально, но это работает. Когда вы делаете проект для пользователя, он в первую очередь должен работать. Работать отлично, а не быть как бы универсальным решением. То есть, когда вы делаете игру, вы делаете игру, не делаете движок. Оперативка. Все вы знаете проблему с оперативкой с хромом. Примерно так же можно сказать о любом 3D приложении. Нужно больше памяти. Недостаточно минералов, нужно больше памяти. Как с этим бороться? Начну с более самых таких простых вещей. В первую очередь разрешение количества текстур. Все вы понимаете, если вы сделали огромное количество разных текстур на всем, они все большого разрешения. Да, это конечно выглядит может быть круто, но господа, вы делаете игру под мобильное устройство. У вас есть определенное ограничение. Вы должны это балансировать. Делайте атласы. Реиспользуйте текстуры. Организуйте свою работу так, чтобы использовать по минимуму. На данный момент, если мне память не изменяет, на огромную карту, пол на полкилометра, мы сейчас используем всего 5 текстурных атласов. 5! Это покрывает все. То есть 5 текстурных атласов, имеется в виду color и еще нормальки. То есть всего 10 текстур. Покрывает огромнейшую карту с теми самыми статическими объектами. И мастерство художника в том, вы не найдете двух одинаковых мест на этой карте. То есть используйте это. Используйте текстурные атласы. На данный момент из открытых технологий есть две. Это Vatext Atlas и Paper 2D. В Paper 2D есть также возможность создавать сейчас текстурные атласы, но требуется весь модуль Paper 2D. Если вы не используете какие-то его особенности в своем проекте, то есть вы не работаете с 2D-шной графикой, проще его отключать. Это почему? Вес билда. Все очень просто. В Paper 2D сжирает примерно 40 мегабайт. Если мне память не изменяет, если опять же ничего не поменялось. Соответственно, если вы используете Vatext Atlas, Overcap, по-моему, всего на 50 или 60 килобайт. Далее. От текстур переходим к экторам. Мало кто знает и мало кто задумывается о том, что очень много памяти съедают сами модельки. Хотя мы говорим о мобильной игре, сейчас абсолютно нормально используют персонажей с большим количеством полигонов, окружение с большим количеством полигонов. И даже так, поставьте 50 домов на карте, на каждом, которым будет по 2-3 тысячи полигонов, модельки уникальные будут занимать эту память. Если вы используете функционал Merge Actors, который очень помогает оптимизировать драколы, когда у вас стоит вдали 20 домиков, вы эти 20 домиков смержили, получили одну такую модельку, она пусть там даже 10 тысяч полигонов, но тем не менее эта моделька создалась. Добро пожаловать в мир памяти. Эти 10 тысяч вертексов загружаются в память и висят там. Это много. Не надо про это забывать. Очень легко заоптимизировать карту с точки зрения драколов и получить огромное количество потребления памяти. Важен баланс. То есть надо про это не забывать. И последнее в моем списке, хотя оно первое по важности, вы должны контролировать число шейдерных пермутаций. Что это такое? Опять же, сегодня задавали вопрос. Есть материалы, есть материалы инстанции. Что такое материалы инстанции? Это не более чем набор параметров, который применяется в материал. Как это работает на практике? То есть это создается копия этого материала в памяти, нет, неправильно, используется тот же материал, но в нем меняются параметры. После того, как эти параметры применились, эта же область памяти отправляется дальше на рендер. То есть с точки зрения памяти все было бы хорошо. Да, у вас есть базовый материал, допустим, он после компиляции весит 10 мегабайт, у вас есть 20 материал инстанций, каждый для своего персонажа, они весят по 5-10 килобайт. В памяти они занимаются опять же те же 5-10 килобайт. Но теперь, допустим, вы использовали мастер материал, в котором используются вот эти переключалки, о чем рассказывал Александр, и в чем я не совсем с ним согласен. Эти переключалки позволяют вам комбинировать один большой материал на все случаи жизни. И вот здесь надо быть очень аккуратным. Если вы включаете какой-либо свитч, то есть любой параметр типа буллиана, который заставляет поток выполнения, компиляции материала работать иному, этот материал инстанций после компиляции, после упаковки точнее, становится материалом. Он становится не просто набором параметров, но и с набором шейдерных инструкций. Поэтому, допустим, вы создали материал для, не знаю, правой руки и левой руки. У вас правая рука рисуется золотом, левая рука рисуется серебром. Это материал один, и в них переключалка. И вы для каждого персонажа сделали еще свой материал инстанций, и в каждой поставили галочку. Это для левой руки, это для правой руки. Добро пожаловать в мир шейдеров. У вас потребление памяти, там, не знаю, 200 мегабайт сразу же. Просто за счет того, что вы забыли про это. Лучше всего будет создать два материал инстанция, уже от базового материала, в каждом поставить эту галочку, а потом от этих материал инстанций уже дальше менять только числовые параметры. Этот подход сокращает память. И мало того места на диске, потому что шейдеры не загружаются в память целиком. Если вот взять тот вариант, когда нагенерировалось очень много всего, вес билда у вас может стать просто там полтора гигабайта, хотя у вас один уровень всего. Это тоже надо знать, когда мы говорим о весе билда. То есть если вы работаете с материалами, с материал инстанциями, очень легко нас создавать просто на ровном месте. Почему я это знаю? Я сам так делал. То есть это пример из практики. Прежде чем узнать, что так происходит, я однажды получил вес с одной игровой картой, там, с несколькими персонажами, у меня получилось больше гигабайта. Я думаю, что это такое. И главное, там еще различия ОС. На Apple у меня больше гигабайта, на Android у меня почему-то 300 мегабайт. В чем разница? Я копнул немножко и оказалось, стоит очень аккуратно использовать этот аспект. Третья проблема – потребление АЦПУ. Все очень просто. Количество процессоров не имеет, у вас все будет греться, если вы работаете с OpenGL. Используйте Metal. Используйте в первую очередь Apple, выжимайте из него. Если вы работаете с Android, прекраснейшие вещи, такие как Vulkan, спасут. OpenGL 3ES тоже. Но, к сожалению, Android греется пока что больше, потому что там нету Metal. Переносите свои вычисления на GPU. GPU чаще всего простаивает. Это касается в первую очередь визуальных эффектов. У визуальных эффектов есть часть, которая рендерится, есть часть, которая генерирует. Это все и обрабатывает. Меньше частиц, больше их отображения. И важен баланс, не забывайте об этом. Не обрабатывайте то, что не видит игрок. В движке не всегда есть оптимизации, рассчитанные на мобилки. Да, их много. Но они не рассчитаны на оптимизацию таких списочных головок. Вы работаете под мобилки, вы должны об этом думать. Если ваш персонаж стоит где-то за спиной, не надо проигрывать у него анимацию вообще. Не надо смотреть, куда он там двигается и просчитывать, куда продвигаются все его кости. Нет, достаточно смотреть, где капсулка его находится. Отключите все ему, отключите ему физику. Рассчитывайте только то, что можно рассчитать на персонажа. Более того, если он у вас за спиной, не считайте это каждый тик. Считайте это раз в 10 тиков. Например. То есть, если это не требуется, как только он оказался в радиусе, видимости все, считайте его больше. Отсекайте лишнее. Во многих играх не нужны способности, которые залажены в чарактере. Чарактер достаточно жирный класс, в котором очень много логики, рассчитанные на шутеры, рассчитанные на дископные игры с огромным числом возможностей, где можно бегать по потолку, где можно прыгать, где можно прокладывать маршруты, где можно двигаться по физике. То, что скоро будет опять же добавлено в основную ветку движка. Чаще всего мы говорим о персонаже, который берет и идет из точки А в точку Б. Для этого достаточно Павна. Напишите свой мувмент контроллер, сделайте стиринг бехевер. Это задача, не знаю, там для ученика старшей школы. Поэтому есть куча технологий. То есть копните немножко. Не надо использовать слепо. Вам нужно только движение. Используйте только движение. Не надо тащить за собой все вот эти вот скопы. Это тоже одна из вещей, которая пугает тех, кто приходит с Юнити, где как раз таки вы начинаете использовать только то, что надо, а встроенного очень мало. За счет многолетнего комьюнити уже есть решение. Здесь же аккуратнее к таким вещам. Вот и все. Это практика для мобилов, даже для десктопов. Физика это не просто. Да, это так. Любые физические вычисления, они работают в определенном потоке. Если у вас там, не знаю, там 300 различных кубиков бегает по сцене, да, у вас будет низкий FPS. Опять же, шаг второй, ограничите их по группам и так далее. И опять же, последнее, о чем я говорю, но одно из самых важней, blueprint nativization. Это огромный прорыв, можно сказать, в оптимизации движка. Если сами по себе блюпринты в среднем от 10 до 30 раз медленнее, ну то есть порядково медленнее, чем исходный код, хотя никого это не смущало, когда мы работаем на Unreal Script и в третьем движке, который по сути был прото такими блюпринтами, невизуальными, это превращение ваших блюпринтов в исходный код, который дальше компилируется. Да, это еще делает процесс билда еще более длинным, но это дает очень много оптимизации. Вообще, тема в мотивизации блюпринтов, она достаточно широкая, не получится просто включить так галочку. Если вы посмотрите, что происходит, как надо подготовить проект, чтобы выжать максимум из этого, есть множество техник, я надеюсь, что он как бы в будущем мы в каком-то докладе этой темы коснемся, потому что это реально, это тема отдельного разговора. То есть, блюпринтовая нотивизация, и как выжать из нее максимум. Но хотя бы для начала, просто включите ее и начните пользоваться. Настройте свой проект, чтобы он с этим работал. И вы уже в плюсе, вы уже порядково ускорили выполнение блюпринтов, просто на ровном месте. Четвертая такая вещь, это рендер, то есть, что с этим делать? Самое простое, о чем уже говорили, во-первых, используйте вертексную развертку вместо пиксельной, то есть, считайте ваши UV-шки на нодах Custom UVs. Никаких модификаций UV-шек на пиксельном канале, для этого можно легко делать океаны. 300 с чем-то инструкций, нет, или 200 с чем-то инструкций, я уже не помню, и отлично играет на всех мобилах, опять же, в том проекте, о котором я говорил, на 5S. То есть, вопрос, как вы это используете, все эти перенесете в пиксельный шейдер, у вас будут проблемы. Да, если вы будете считать UV-шки, Scale, ну, допустим, у вас Scale земли близко с одним масштабом, Scale-террейна с другим, дальше расплывается. Сделайте это на пиксельном шейдере и получите проблему сразу же. Сделайте это на вертексом шейдере, вы тоже получите проблему, но не факт, что ее увидит игрок, потому что от первого лица можно скрыть вот этот переход лесенкой. Игры – это мастерство фейка, вы должны использовать этот фейк, то есть, частоту этого шейдера, чистоту картинки на каждом пикселе. Нет, посмотрите, игра большинства производителей, посмотрите, там, играт Blizzard от Epic Games, это мастерство фейка, это мастерство использовать минимум для максимума картинки. Знайте сильные стороны, скрывайте слабые. Остальные советы, они вообще-то банальные, подходят для всего. контролируйте количество отрисовки, другого. Отсекайте по расстоянию, предпросчитывайте видимость. Жир легко настраивается, ну, требует настройки, да, вы должны знать свою сцену, должны настроить группу объектов. Ну, это ваша работа. Чем меньше у вас скелетал меш и анимации, тем быстрее у вас все это считается. Опять же, по расстоянию, есть оптимизации, которые там пропускают кадры, надо включать это, надо это использовать. Это используется сейчас, как и в Парагоне, по-моему, только ради из него, это и пришло в движок. Также, мы можем написать свою функцию. Мы написали свою, еще более грубую отсечку, она работает более грубо, но опять же, мобильные игры. Кого интересует там персонаж 15 пикселей на экране? Да никого, это 15 пикселей на экране. То есть, то, что он пропустил, там, три кадра анимации, рисуются там раз в секунду, но это надо еще постараться заметить. Когда у вас жаркие бои, вот скажите, какая разница, кто вот здесь, вот там вот елочка, вот это вот, сколько у нее там кадров анимации, один секунду или тридцать? Ну и VFX понятно, то есть, убить эффектами, все можно элементарно, контролируйте. Главный мой совет по работе с мобилками, занимайтесь прототипированием проекта, в первую очередь. Если вы хотите сделать, не знаю, игру про сотни персонажей, создайте хотя бы синтетический текст про это, тест про это. Сделайте сотни персонажей, не делайте их уникальными, если вы думаете, что они у вас разные. Вот несмотря на то, что они на сцене, вот у меня представлены уникальными, они разные. То есть, я взял одну и ту же модельку и накопировал в 100 раз. Это был еще, кстати, тот адский труд. Некоторые здесь в зале помнят, как это все происходило. Но у нас было 100 разных персонажей, они выглядели одинаково, но тем не менее формально и с точки зрения главной памяти и рендера были разными. Там было 20 классов и 100 персонажей. Мы протестировали, поняли, нет, это не подходит, это не работает. Мы не стали делать там кучу графики под это, мы не стали делать продакшн. Прототип, поняли идею, сокращаем то, что не работает. Прокладка маршрутов и движения. Взяли черректор, 10 черректоров тормозят, переписали движение, посмотрели, не тормозит, отлично, прототипируйте. Делайте физику, какого нет движения машины, попробуйте вначале создать прототип, просто серенькую сцену с какими-то белыми домиками и посмотрите, а это вас устраивает. Вас устраивает производительность. Не надо делать графику, не надо расписывать лор, не надо программировать все. Выделите критичные части и прототипируйте их. В завершение, наверное, своего такого доклада я хочу сказать, какое будущее вообще в мобильной разработке. На iOS сейчас активно развивается именно Metal и за счет Metal iOS является более предпочтительной для нагруженных 3D игр, потому что это сильно оптимизирует нагрузку на CPU. За счет этого мы получаем игру, которая гораздо меньше греет девайс. То есть там не получается какой-то огромной выгоды в кадрах. Ну, в определенных узких случаях наверное получится. Но в основном это просто сокращает время жизни батареи. То есть я не сокращает, а удлиняет. И кстати, когда я сравнивал про батарею, хотел сказать, Unreal Engine ждет батарею гораздо меньше, чем Unity при прочих равных. Опять же, за счет того, что на многих мобилках нагрузка уходит на GPU, которая более энергоэффективна, чем на CPU. Будущее это вулкан. Вулкан это прекрасно. Я все жду, когда он появится на iOS. На Android это просто прекрасно. Это возможности по сути десктопной графики на мобилах. Чего только стоит СССР. Screen Space Reflection. Real-time. Я не знаю, я могу только перечислять восторги, а иска не жду, когда это появится. То есть это работает быстрее, это работает еще оптимизирование, это дает больше возможностей и дает делать реально десктопную картинку на мобилках. Я не знаю, художники меня последние полтора года чуть ли не каждый день спрашивают, давайте мы добавим Ambient Occlusion, наконец динамический Ambient Occlusion. Задача на текущий момент динамического Ambient Occlusion для мобилок, но по сути не решается. Его нет и не будет. Я надеюсь, что с приходом таких технологий, с приходом следующего уровня железа, мы можем все позволить в том числе Ambient Occlusion. Ну и этом наверное все. Всем спасибо. если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Спасибо вам. Очень символично, что ребята из студии Пушкин в день дуэли Дантеса и Пушкина читают доклад. Скажите, пожалуйста, у меня к техническим вопросам нет, вы очень здорово прочитали. Вот у вас много человека в команде. Как вы мерзетесь, когда все ассеты бинарные? На самом деле мы распределяем свою работу так, чтобы у нас практически не происходило контактов между работой блюпринтов. То есть дело в чем? Во-первых, если мы говорим про художественную часть, там все очень просто. То есть художники никогда не работают над одним и тем же ассетом одновременно. Если они работают над этими ассетами, они договариваются, сейчас я работаю, ты подожди. То же самое у нас происходит с блюпринтами. То есть, во-первых, мы постарались максимально распределить блюпринты по независимым вещам. То, что не получилось, у нас есть специальный чатик, мы говорим, я залочил то-то. Это работает. То есть, понятно, не надо создавать мега вот такие блюпринты. Мы в итоге их разделили. У нас был, например, из практики один такой гигантский менеджер, который мы просто распилили на десяток поменьше. Сейчас как бы каждый может работать с маленьким файликом, залачивая его и не мешая остальным, вместо того, чтобы постоянно все обращались в один. Это вопрос больше архитектуры. К сожалению, у блюпринтов мершат одно из узких мест. Здрасте. Спасибо за доклад. Два вопроса. Хочется много технических деталей, но это, конечно, долго все. Первый вопрос. Как вы работаете с обновлением движка, когда выходят новые версии? Пробуете ли вы превью версии? Ну и вообще, как тестируете и когда свитчетесь на новую? А другой вопрос по сетевой составляющей. Есть ли какие-то много кастомных решений в сетке или нативные анриловские все вещи, клиент-серверная штука сразу заходит? Есть ли выделенный сервер и как вы его подключаете к проекту? Все просто. По поводу обновлений. Мы обновляемся на стабильной версии практически одновременно. Очень редко, когда приходится что-то модернизировать. То есть мы используем кастомную версию движка для наших некоторых целей. Поэтому мы постоянно производим как бы ручной мерч. Я его лично провожу к новой следующей версии. Превьюшные мы пробуем использовать для того, чтобы понимать, какие изменения нам надо сделать в сборке. Но в частности мы переходим на стейбл-версию обычно в течение дня-двух после того, как она выходит. По поводу сети мы используем полностью все из коробки. Для OneReel одна вообще из лучших сетей. Скажем так, сеть сопоставимую или лучшую я видел только в движке Quark 3. Другие откровенно слабее, на мой взгляд. Используется все из коробки. Добрый вечер. У меня есть несколько вопросов. Их сначала было много, но я много позабывал. Первое. Я тоже тестил… Вы там показывали эту инфографику по количеству FPS на Unreal и на Unity. Я тестил пустую сцену на Unreal и пустую сцену на Unity на каком-то китайском ноуте, где там Intel HD 3000 вроде. Unity выдавала 60 FPS, Unreal 22. Вот. Вопрос, что я делаю не так. Вопрос всегда стоит, при каких настройках вы тестировали? В Unreal очень много постпроцессов. Ну, сцена пустая. Нет понятия пустой сцены. Даже просто черная сцена проходит через весь pipeline. без каких-либо акторов. Отключайте постпроцессы, все, что я могу сказать. Очень много вещей, которые объективно не настроены на то, чтобы работать на минимальном железе. Есть понятие scalability, в движке его всегда можно сказать минимум, и вот тогда можно сравнить пустую сцену. Ну ладно, хорошо. И еще у меня есть вопрос один не по тому, что вы читали. Возможно, я вам его уже задавал в ВКонтакте, но вы что-то так не ответили. по поводу плагина в Arrest, я когда получаю JSON сервера, мне приходится его парсить. Никак не меняя, просто я вынимаю респонс-контент и делаю его in-code, потому что иначе плагин не распознает поля в нем. Я не понимаю, почему это происходит. Не знаю, это лучше написать мне все-таки в чатик, потому что так я не отвечу. В чатике я отвечаю через какое-то время по причине того, что мне много людей пишут, лучше это писать, например, на гитхабе, ищу и поставить. Через какое-то время я к этому доберусь. Окей. Рассуживаю все эти вещи в свое свободное время. И вот еще один вопрос. Я недавно столкнулся с такой проблемой. Проблема кириллица на андроиде. Вы с ней сталкивались или нет? А в чем конкретно проблема? Ну, я не могу собрать проект с кириллицей, если она используется в плюсах. Вот да. Не надо использовать кириллицу нигде в плюсах. Кириллица должна быть нигде в именах файлов. Это вообще страшная вещь. С русская, это такая, блин, сколько мне рабочих дней стоил поиск рабочий С, и не будем говорить, что хотелось сделать с тем человеком, кто написал русскую С в ассетах. Не надо использовать в коде русский язык. Никакой другой, кроме английского. Используйте в текстах, которые на трансляцию. То есть текст. То есть не чфси плюс плюс коди, а, например, блюпринта. А, то есть если я буду использовать кириллицу в блюпринтах, то все будет нормально. Огромнейшее вам спасибо. Вы вот спасли меня. Так, ну. Здравствуйте. Большое спасибо вам за конференцию. А, у меня, у меня, так сказать, в моем проекте я делаю очень большую, так сказать, рандомную систему. Делаю, скажем так, 15 объектов, из них у меня собирается один, меняется текстура, меняется объект. Скажем так, кристалл всегда разнообразен. По-разному расположены у него детали. И по-разному выглядит. Нормаль даже меняется. И у меня таких объектов много. У меня камни, объекты, освещение тоже присутствуют. присутствуют. И я, как сказать, все разнообразное. Меняется все поток. И так же я закрываю сцену, как сказать, переходя, все, что не видно, то уходит. Как бы сцена. Но у меня очень сильное освещение. Вся игра повязана на тенях, на малом страхе. И вот я думал о том, можно ли с такими сильными освещениями переходить на мобильные? Не стоит, потому что все-таки ограничение мобилок для света достаточно сильное. То есть даже динамические тени, динамическое освещение, оно все-таки ограничено. Это мобилки. В общем, не стоит. Если вы работаете со светом и акцент на свет рано, лучше сделать для Дескропа хороший проект. Не стоит как бы ставить себя в рамки. Ладно. А упрощений никаких не посоветуете, если что? Пробовать надо, мне сложно сказать, не видя проекта. Ладно, спасибо. Можно вопрос про ваши уровни, как вы их собираете, используете ли вы левелы, как создали столько объектов с разрушаемостью, заранее их прорабатывали, ну, типа, как объект разрушается заранее, созданная моделлерами, допустим. И еще вопрос по движку. Почему вы для танков выбрали не Unity, а Unreal? Так, ну, шесть первого вопроса. Во-первых, ну, левелы мы, естественно, используем, в том числе, каждый уровень разделен на определенные слои, то есть мы используем Persistent Level и Streaming Level. Это позволяет, во-первых, работать художникам параллельно, потому что кто-то работает, например, с environment, кто-то работает со светом, кто-то работает с навигацией, кто-то с разрушаемыми объектами. Это позволяет нам всем спокойно мержиться. Это к вопросу мержа. У нас там этих, более того, для разных гейммодов есть различные настройки в уровнях. У нас там десяток этих подлевелов. Надеюсь, на первый вопрос ответил. Затем второй вопрос. Как работают разрушаемые объекты? Да, это предсчитанные разрушаемые объекты, то есть объект при столкновении он как-то распадается. Это не уникальные какие-то его части. Можно было бы, конечно, делать уникальные, но, соответственно, количество не было бы таким большим. Третий вопрос. Почему мы выбрали Unreal? Потому что, во-первых, мы верим в Unreal, мы живем с Unreal, мы занимаемся Unreal. То есть, по-моему, делать уж проект с AAA таким расчетом на чем кроме Unreal? Идеальная сетка, отличная поддержка, в общем-то, физики и отличный рендер. Спасибо за доклад. У меня тоже пару вопросов. Значит, вопрос первый. А вы не испытываете проблем с кадрами? то есть, хватает на рынке разработчиков, которые обладают экспертизой и готовы к вам прийти, работать, ну, не учиться? Понятно, что всегда можно взять студентов и учить из них там будущих специалистов. А прям вот прям взяли и пришли, прям работают классные ребята. прям на Unreal. Нет проблем или есть? Скажем так, проблема с одной стороны есть, проблема с другой стороны ее нет, потому что скажите, а где можно легко найти хороших специалистов? Хороших специалистов мало. При этом мы… юнитистов много на рынке. Хороших юнитистов тоже под вопросом. Хорошо, окей. Второй вопрос тогда. Значит, я просто, ну, не промышленно ничего на Unreal не делал, там, hello world, это максимум, что я могу. Я так и не понял из вашего доклада, концептуально, чем Unreal лучше Unity? Концептуально лучше? Итого, можете вот просто выдержку, вот, чтобы понимать, вот я, например, я очень хочу попробовать, но пока я не могу своему продюсеру, например, продать эту концепцию. Где-то прийти к нему после вашего доклада и сказать, знаете, я вот был в мейлру, и прям вот А, Б и Ц, и поэтому следующую игру мы делаем на Unreal. теми возможностями, которые он дает, той открытостью, которая есть сейчас, да, тем сообществом, которое это все развивает и поддерживает. Этим однозначно Unreal выигрывает у Unity. Если мы начинаем сравнивать какие-то фичи, они везде примерно одинаковые. Так есть и у Unity, комьюнити и все остальное. А правки движка, как часто они происходят, как происходят правки тех багов, которые существуют. А вы часто правите движок? Достаточно. Ну, а категория, сколько раз в месяц вы, не знаю, патчете движок Unreal? Скажем так, для наших целей, не знаю, раз в месяц, наверное. Раз в месяц вы вносите какую-то правку в код движка? Да, но при этом надо понимать, те изменения, которые мы вносим, они касаются, ну, блин, одного процента проектов. То есть, чтобы вносить, я всегда придержусь практики работать на бинарной сборке. Более того, все художники, все мы программисты в основном работаем на бинарной сборке, той самой сборке из лончера. У нас кастомная сборка собирает только на вот эти вот устройства, потому что там есть дописанные, например, шейдера, которых раньше нельзя было написать, потому что не было просто поддержки в постпроцессах материала. Но по факту все наши изменения это очень такая выборочная и хирургическая оптимизация под конкретно наш проект. Но ведь точно такие же хирургические правки можно сделать на Unity, не меняя ничего. Да как? Есть множество. 100, 200, делаю клон Clash of Clans, отображаю 200 юнитов на экране на пятом айфоне с 60 фпс, делаю вот просто кастомную правку, делаю хитрый там хак, работаю с ГПУ. Ну в смысле все те же вещи можно делать и на Unity, о которых вы говорите. Фундаментально ничем движки-то не отличаются. Нет, фундаментально вы не правы, потому что вы не можете изменять ничего в коде движка Unity в том, который есть. Нужно? Увы, я знаю множество примеров, когда нужно. Окей, хорошо, я понял. Спасибо. Это будет предпоследний вопрос. Коротенький вопрос как раз из предыдущего выразился. Верно ли я понимаю, что на данный момент вы, грубо говоря, обрабатываете постпроцессы, шейдеры и так далее внутри самого движка, не какими-то сторонними плагинами и так далее? Да, абсолютно. То есть у нас из сторонних плагинов используются… И неизвестно, будет ли у них какая-то поддержка вот именно нормального человеческого дополнения, либо придется именно в сорцы лезть? А я не совсем понимаю как бы человеческое дополнение. Ну, для того, чтобы сделать, допустим, какие-то свои сложные постпроцессы и так далее, лезть в сорцы движка… Мне этого совершенно не надо. То есть вы точно так же сейчас можете использовать вот стандартные материалы, о которых рассказывал Александр, для постпроцессинга. Это не поддерживалось для мобильных устройств на несколько версий назад. Это уже полгода как существует. То есть сейчас можно чисто плагином все это решить? Ну, чисто просто материалом, даже не плагином, а именно просто материалом. Понятно, спасибо. И последний вопрос. Добрый вечер. У меня еще вопрос в тему продать Unreal продюсеру. Сколько занимает процесс перехода, например, специалиста с Unity, какого-нибудь, ну, среднего, который знает основу 3D, на Unreal? В целом, из личной практики, скажу, примерно от месяца до трех. То есть в зависимости от уровня специалиста, где-то через месяц или… Ну, в среднем, получается, полтора месяца где-то вы можете сказать, что человек перешел. Спасибо. Спасибо, Владимир. Вам спасибо.